Ииии всем привет, я с тобой Калантайка, если что мы играем в Роблокс игрушку под названием Симулятор Пчеловода или Бисварм Симулятор. Продолжаем мы бустить Кимористуна. Напоминаю, что у нас до сих пор 46 пчел, все как-то плохо, все как-то печально. После того, как Бисмос кончился, я и там, и там вообще нигде не играю теперь. Я не знаю, что за фигня, почему такая апатия. Апатия, в принципе, у всех. Итак, напоминаю, что у нас тут у Кимористуна есть. И вообще, кстати, хотелось бы напомнить, что в этом ролике, прям вот в этом ролике, для моих подписчиков будет проходить конкурс на буст подписчика. Но о том, какой и что это за буст, ты узнаешь, конечно же, в конце ролика. Но те, кто уже давно-давно-давно со мной, они знают, что за буст подписчика у нас происходит, какой у нас должен был быть сегодня, все-таки пятница. Итак, ладно, Кимористун, не будем пока отвлекаться на конкурс, но все равно нужно подписаться. Итак, Кимористун, что я хотелось бы, хотелось бы, что мне напомнить по поводу этого аккаунта. Цель наша 50 пчел, у нас сейчас 46 пчел. По поводу разного типа пчел, мне еще осталось 2 типа, по-моему, сделать. Или 3, 3 типа Бэйбика, Даймонда и Мьюзика. Вот этих 3 типа пчел мне нужно сделать, одарить, и все будет топово. Сегодня из достижений я сделал демона одаренного, вот он у меня, выкормил его клубникой, много потратил клубники. Реально прям очень-очень-очень много. И второй-второй бонус, я выбил сегодня старт ритку. Старт ритку, ну как я выбил ее? Я закончил квест Анетта, пятый квест, завершающий Анетта, на старт ритку. Давно должен был его заканчивать. И должен одаривать кого-то, кстати. Одарите, я могу 3 вида пчел из ивентов, или 2 вида пчел из ивентов. Папи, гамми, а все, папи и гамми. Да, папи и гамми. У меня вариантов-то не так много, поэтому одариваем мы тогда гамми. Я думаю, у меня еще фестивалка, но у меня, оказывается, не так много вариантов. Получается, у меня сейчас 34 типа пчел. Не уверен в этом, что так оно и есть. Обязательно сейчас проверим. Давайте я еще, знаете, что сделаю? Попробую ей. Да-да-да, музыки. Попробуем музыку одарить. Не одарилась. И давайте еще вот специально бэйбика вот этого попробуем одарить. Блин, не одарилась. Напоминаю, зачем я это все делаю? Зачем я пытаюсь выкормить вот этих пчел? Хотя мог бы я проролить. Мед немножко жалковато, все-таки жалко. Потому что я хочу себе накопить сейчас на палочку, либо на новый слот. Я пока об этом думаю. И у меня еще плюс... Хочу побыстрее выкормить, чтобы у меня еще 2 стар... Эго использовать, чтобы мне не выкармливать, например, мификов. И у меня 2 мифика будет одаренных. Это будет топово. Реально прям топово. Мне это очень-очень нравится. С учетом того, что мне хотелось бы еще паролить. А хотя на одаренного мифика мы не паролим. У нас мало таких вариантов будет. У меня, кстати, старжелейка есть. Ну ладно, зачем она мне? Пока еще все-таки слотов мало. Пока не надо использовать. Сейчас быстренько посмотрим, сколько у меня... Тут. 3-4, да, как я и сказал. 3-4 типа. Осталось 6 типов. Это много. Это реально много. 3 типа мы получим с лег. Это получается 3. И 2 лего мы получаем... А, ну не так много. То есть мне нужно вот эти 2... 3 типа вот этих вот фигахнуть. 2 леги. И одарить 1 тапочка. Ой, этого. Собачку получается. Либо виндика выбить. Там уже будем смотреть. Кстати, у нас, возможно, будет еще такие сейчас... Экскурс или... Такое, блин. Такая штука у меня. По второму кругу буду выбивать винди. Ну, в каком случае? По второму. Потому что я не вижу прикола ходить без винди на 50 пчел. Плюс еще, если этот аккаунт кому-то попадет, то будет топово. Я не помню. Прибежал я сюда сейчас какой раз? Второй или первый? Надеюсь, что все-таки я прибежал сюда первый. Я хотел бы сегодня сказать. Сегодня стоял на улитке. Убивал на обычном паблике. Мне понравилось, что... Ким и Листуна узнают уже. Это реально топово. И действительно классно. Огромное вам спасибо. То, что, блин, в Ким и Листуне узнаете Калантайку. Ну, то, что меня смотрите. А то, вау, Ким и Листуна говорит, Калантайка, это ты. Очень-очень приятно. Огромное спасибо. Да и, в принципе, я всем пишу в Роблоксе. Если я на паблике играю, вот... Плиз, Метеор, Шоу... А, это они что-то там кидаются. Что-то там они выясняют. Итак, ребята. Кстати, на Ким и Листуне я сегодня поформился. Какие у меня, кстати, планы на него? Уже рассказываю, перехожу. Я на Ким и Листуне поформился два раза 8500. Один раз на бамбуке. Не совсем это было удачно. Там X3 был баф. Вот. Наформил 4 миллиарда. Второй раз я наформил... И это не фулл у меня, если что, микроконвертеры были. Второй раз я поформил после Краба, Монда. Побегал. Побегал. У меня было где-то около 11 конвертеров. Ушло, как ты видишь. 9 конвертеров. Формился на Кокосе. X4. Ветреный X3 сам Кокос. И наформил тоже где-то 4. Итого у меня 8,5 миллиарда вот за день. Ну, потому что вот сейчас ты увидишь, у меня там так оно и есть. Вот, да. Все вот эти миллиарды, даже больше, я куда-то еще потратил их умудрился. В общем, вот эти вот так и есть. То есть, вот сколько я сейчас вот потратил. Ну, сколько у меня сейчас в рюкзаке. Столько я за сегодня и сделал. Я не считаю, что это плохо. Потому что, я говорю, я не с фулл конвертером. У меня не хорошие поля были. Какие-то бафы не топовые. Ну, не знаю. Как-то все, все хорошо. Поэтому я что-то для себя придумал. Я буду теперь каждые 2 дня. Ну, то есть, вот каждые 2 дня у меня откатывается мой этот Крабиус. Я коплю себе. И это без Метеор. Ну, понятно, Метеор с НСН. Вот через день у меня откатывается Краб. Получается, я завтра. Если, конечно, в это время успеваю. Ну, скорее всего, должен завтра успеть. Я завтра в это время тоже буду фармиться за Ким Элистуна. Потому что на него ничего не надо, ничего не требуется. И, в принципе, я не вижу какой-то сложности на Ким Элистуне фармиться. Если я даже в день буду делать десяточку. Ну, там не в день получится. А раз в 2 дня, где-то 15 получается, я буду делать хотя бы. То это будет топово. О, я завис, наверное, да? Я могу тыкнуть? А я могу тыкнуть? Ты прикинь? Я зависший, могу сюда тыкать. Офигеть. А вот сюда могу тыкнуть? Нет. Итак, избавился я от зависания. Перезашел на другой сервак. В общем, хотелось бы, конечно же, все-таки подытожить. Буду фармиться, стараться каждый день делать как минимум 10 миллиардов. Ну, вот сейчас у меня восемь с половиной получилось, но у меня не было фулл конвертов. Я так вот экспериментальным методом проверял, сколько и что я фармлю. Как у меня получается. Буду чаще сейчас играть за вот Ким Элистуна. Буду смотреть, глазеть все на это. Сейчас как раз вот параллельно будем убивать Монда. И буду рассказывать тебе про свой конкурс по поводу буста подписчика. Вот. И я еще напоминаю, что у меня 2 дня убирается из жизни всего вообще, всего меня. Это я фармлю на подписчики. То есть я не могу в этот день фармить на себе. И я не могу в этот день фармить на Ким Элистуне. Поэтому это тоже, конечно, такое прям вот ключевое, наверное, в моей жизни. Плюс еще мы какие-то день выбираю, я играю что-то другое. То есть, например, как вот, например, нас на прошлой неделе B-симулятор мы играли. На этой неделе пока еще посмотрим. Там, кстати, в B-симулятор много-много обновок вышло. Нужно тоже на это посмотреть. Я хотел, запланировал тоже на субботу этот, кстати, B-симулятор. Там посмотрим, поглазеем, как что, чего да как. Вот, это тоже, это такое прям отдельно от этого. Поэтому буду, буду стараться делать не так все как-то сложно. Конвертеры, ну, сложность в конвертерах и только и в них. Просто их хотя бы тратить два раза и все. Что буду сейчас вот по плану делать, это все-таки мне нужно, говорю, уже выбивать лек. И копить на новый слот, он, по-моему, соточку стоит, да, если не ошибаюсь. Да, 111, лучше я, наверное, себе возьму сначала поливалочку. Потому что поливалочку я хотя бы квесты смогу выполнять пассивно, один в соло, ну, то есть как-то так. Ну, я думаю, это, я думаю, каждый оценит топовую поливалочку. Последнюю нужно сейчас взять уже. Давно надо было взять, нужно ее нафармить. То без поливалки как-то стремноватенько бегать. Вот, ну, и давай все-таки переходим к конкурсу. Напоминаю, что у нас проходит этот конкурс раз в неделю. Время на него уделяется около суток. На самом деле, ну, да, получится около суток, ребят. То есть, что вот ты сегодня увидел сейчас ролик, вышел в 10 утра, то завтра где-то в 12, в 11 часов дня ты уже не сможешь ничего никак использовать. Потому что у нас, я презентую премьеру, например, а не премьеру, а какую, вру премьеру, трансляцию, потому что завтра суббота у нас, ребят, я уже запланировал на трансляции все это сделать. Где-то в час дня будет у нас трансляция, возможно, в 2, возможно, в 3. Ребят, это все поситуативно надо будет. И заранее ты увидишь эту трансляцию, и как раз на трансляции мы подведем итоги. Возможно, что-то поиграем, но не уверен в этом, потому что не хочется как-то совмещать эти 2 трансляции. Ну, вот, игровую и вот подведение итогов. Вот, итак, что у нас нужно сделать? Что вообще для того, чтобы вообще поучаствовать в конкурсе, что нужно сделать? Это для тех, кто вот сейчас вот остался, кто вот ждет. Итак, нужно сдонатить 100 рублей. Донат у нас внизу в описании. Это достаточно все просто и легко. В донате обязательно нужно указать свой ник от Роблокса, если ты old, если ты старенький, если ты у меня давно в группе. И желательно сразу вступить в группу для тех, кто вообще еще не участвует, но будет участвовать. Обязательно вступай в группу, в мою группу, в Роблоксе. Если что, она для передачи робоксов, потому что там робоксы лежат чисто для вас, для подписчиков. Просто ни для чего другого. Вот. Это для тех, кто вот не выиграл в бусте, но он все равно получит какое-то количество робоксов. Я в прошлый раз давал по 20. В этот раз подумаем, если на стриме это все будет. Если будет участников нормально, может быть сделаю по 50. Потому что сейчас вроде по робоксам все попроще стало. Посмотрим поситуативно. Второе. Это нужно указать в том же самом донате. Желательно ссылку на свой профиль в инстаграм. Желательно ссылку. Можно, конечно же, написать свой никнейм из инстаграма. Но проверяйте прям очень хорошо, тот или не тот вы написали никнейм. Так как я связываюсь, ребят, с вами по инстаграму. Потому что в дискорде обманы. В инстаграме моя ссылка. Лично я вам пишу. Все просто. Плюс еще можно разговаривать. Ну, то есть я могу наговаривать вам, если вам как-то не верится, что это лично я или что-то еще. Ну, то есть чтобы более-менее было побезопаснее. То есть в дилете вам позвоню. Точнее, не позвоню. Спишемся с вами. Вы передадите свой аккаунт. Да и все. Поэтому инстаграм желательно туда прикреплять. Ну и последнее, третье у нас такое прям вот действие, которое должны совершить те ребята, которые будут у нас участвовать. Это быть подписанным на канал, поставить лайк этому ролику. Ну и так же, так же, так же, так же ключевое. Это нельзя, ребята, несколько раз участвовать в одном и том же конкурсе. Ну, в каком плане? То есть ты сдонатил 100 рублей, все это написал, и потом через 5 минут или через час еще раз 100 рублей сдонатил и поучаствовал. В следующем конкурсе ты можешь участвовать. Короче, один человек, один конкурс. В общем, вот такие вот дела. И желательно писать свои ники от Роблокса, потому что я их тоже не буду уже скоро засчитывать. Это такое прям вот иногда, как-то обозвать там. Это такая защитная штука, потому что некоторые ребята могут донатить от разных ников и писать разные, ну, разные, понятные инсты. Ну, при этом свою, сестры, там еще прочее. А потом, когда выиграют, написать один только аккаунт свой от Роблокса. А так вот тоже нельзя делать. Ребята, это все-таки такая небольшая обманочка, и все ребята, как бы, хотят поучаствовать и хотят выиграть. Поэтому некрасиво это все делать. В общем, на этом, наверное, все. Если что-то непонятно, в описании есть. Плюс еще у нас было уже три таких конкурса мы проводили. Надеюсь, что те ребята, которые новенькие, они с первого раза поняли. Ну, а те, кто до этого уже были, они уже все-все прекрасно знают. И да, ребят, если вы в прошлый раз участвовали, не надо мне писать, ну, ты и так все знаешь. Пожалуйста, все равно напишите свой ник, и, пожалуйста, напишите свой... Лучше оставьте свою ссылку на инстаграм. Потому что с этим ссылкой намного проще переходить мне в... На ваш профиль в инсту. Все проще. Все, с тобой был Клан Тайка. Не забудь подписаться, не забудь поставить лайк, не забудь написать в комментарии что-то хорошее и цены. Ну, и всем, ребят, пока-пока.